Новосибирский музыкальный театр В репертуар предсказуемо вошли опереты, водевили и комедийные музыкальные спектакли, которые были слишком легки для академического театра Этот курс сделал театру имя и славу, но постепенно жанровые рамки постановок раздвинулись В 2017 году слово «комедия» исчезло с вывески Творческая концепция Новосибирского музыкального театра — поиск новых форм В репертуаре появляются современные экспериментальные работы в жанре мюзикла, спектакли для детей и молодежи Творческий коллектив — это 39 известных мастеров музыкального театра Многие из них удостойны государственных наград Три народных артиста — четыре заслуженных Универсальные, мобильные — они готовы работать с любым режиссером — своим или приглашенным С 1995 года Новосибирский музыкальный театр возглавляет заслуженный артист Российской Федерации Леонид Кипнис Совмещая должности директора, продюсера и художественного руководителя Театр является организатором фестиваля новых музыкальных проектов «Другие берега» Труппа активно участвует в конкурсах театрального искусства международного уровня Коллектив Новосибирского музыкального театра является обладателем 15 премий «Золотая маска» и многочисленных дипломов На Национальном фестивале «Музыкальное сердце театра» Новосибирский музтеатр представит рок-мюзикл «Фома» по песням и биографии Юрия Шевчука Здравствуйте! Субтитры подогнал «Симон» 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 поддерживает, и благодаря ей он удерживается, не падает духом, а терпает силы идти вперед и добиваться своего. Это такая очень интересная тема, когда женщина является поддержкой и опорой для творческого человека. Декорации из фанеры с рисунками, которые сегодня бы назвали стрит-артом, картонный реквизит, макет памятника Ленину, купола. Все это словно кричит о неустойчивости и нестабильности, а образы ироничны и где-то карикатурны, противовес герою. Во втором акте в нашей сцене главный герой говорит, что вся эта ваша Москва фанерная, и мы смотрим на все декорации, действительно, тут все из фанеры, и он один настоящий живой человек, который остался свободным, которого не сломала система. Актриса весна, периферия, дождь, здравствуй, ночь, Людмила. В них и юность, герой, остановление и самосознание себя, как вожака целого направления, создателя группы ДДТ, в зале энергетика рок-концерта. Дирижер оркестра Александр Новиков и сам выглядит, как рокер. Фраг он сменил на кожаную куртку. Ну, это для настроения, для поддержания стиля, ну и для того, чтобы как бы все зрители почувствовали все-таки рок-н-ролл и какой-то такой дух свободы, а не академическую атмосферу театра. Когда мне было 16 лет, я купил себе, собрал все деньги, накопил, в общем, короче говоря, правдами-неправдами, накопил себе на плеер с наушниками. А мой друг, трубач Андрюха, записал мне две кассеты, мы стерли там то, что было на них, а потом записали на них ДДТ. И я в наушниках слушал ДДТ, фантастика была вообще. В спектакле звучат у нас и хиты, и звучат песни, которые даже, ну, фанаты группы ДДТ, может быть, не знали, а кто-то уже и забыл, что такие песни были. Я русский человек, выросший в 80-х, 90-х годах, и вот все, что звучит в спектакле «Фома», это то, что я слышала вольно или невольно, постоянно вот на фоне своей жизни. В «Фоме» мне как раз удалось раскрыться именно вот с точки зрения русской музыки, русский рок удалось привнести в свою жизнь и вот показать это на сцене. Любимая песня, наверное, там, где мне сложнее всего играть, это «Осень», это песня «Дождь», там, где большое соло саксофона. «Фома» проходит долгий путь самоутверждения музыканта, и, несмотря на отстраненность и где-то даже обособленность, все-таки остается по-настоящему народным героем, который находит единомышленников. В финале концерт на Дворцовой площади, официальный и статусный, обретение славы и предвкушения новой жизни, в которой еще так много сомнений и так много нужно успеть сделать. Очень позитивный, очень приятный спектакль. Очень понравилось. Почти все песни, которые там исполнялись, мы знаем наизусть, поэтому подпевали. «Щевчука» уже давно не слушал, не слышал в таком исполнении, очень понравилось. Очень похоже. Голоса у солистов очень хорошие. Игра отличная, веришь, растворяешься, прям атмосфера шикарная. Спасибо. Отличный спектакль, очень здорово. Прекрасные впечатления, ощущения. Девушка даже разрыдалась, очень здорово. Взгляд не отводился, и слезы, и смех потрясающий. Сначала я так подумала, может быть, не стоило. Но я когда вышла, я поняла, что стоило, и стоит еще несколько раз даже. Даже не жалко времени, денег, ничего не жалко, потому что такие эмоции невероятные. В конце возникло ощущение, что ты находишься на каком-то грандиозном концерте, потому что великолепная музыка, великолепная актерская игра, сюжет. Мы понимаем, что это все по реальным событиям, и очень вдохновляет, очень впечатляет. В зале царила такая атмосфера, которая не могла не задеть. Я видел, как люди не только радовались, не только хлопали, но и плакали. Прямо таким слезы шли градом. Я считаю, что это главный показатель того, что это успешный со всех точек зрения спектакль. Как из песен Юрия Шевчука рождался нашумевший рок-мюзикл Фома? Применимы ли западные креативные технологии в российском репертуарном театре? И всегда ли стоит угождать вкусом публики? Об этом сегодня расскажет директор и художественный руководитель Новосибирского музыкального театра, заслуженный артист России Леонид Кипнис. Как вообще возникла эта идея? Как удалось договориться с Шевчуком? Потому что мы в свое время для моего фильма пытались получить одну из песен, которая звучит в финале вашего спектакля, и не получили прав на эту песню. Как вот родилось такое прям действительно театральное чудо? Я тут умывался слезами, сидя в этом зале, глядя на сцену. Ну, я надеюсь, что вы ввались не над вымыслом слезами, а над той историей, которая заключена в этом мюзикле. Дело в том, что идея, безусловно, принадлежит Филиппу Розенкову, который поставил у нас не один спектакль, а несколько. И, как правило, они почти все имели золотые маски, причем даже по несколько. Это и римские каникулы. Это и римские, это и безымянная звезда. Он приехал ко мне с этим предложением, мы стали размышлять, как это может быть, и какие препоны могут возникнуть на этом пути, так сказать, становления. То, конечно же, в первую очередь вопрос возник о том, как представить тому же самому Шевчуку этот материал таким образом, чтобы он не вызывал у него отторжения. И в первую очередь было придумано то, что это не боепик, это никакой не мемуарный, так сказать, спектакль, не посвященный конкретному лицу того же Шевчука. Это история музыканта в России в разные времена, в разные, так сказать, сломы исторического времени в нашей стране. Который отдаленно напоминает биографию Шевчука. Который просто, ну, предполагает некоторые сходства в жизненных ситуациях. И, конечно же, тогда питерский, уже питерский драматург Константин Рубинский написал синопсис пьесы, которую потом Филипп вместе с ним принесли мне, я прочитал. Мне показалось, это может быть интересно, но договорились, что этот синопсис будет показывать Шевчуку и услышим его мнение. Потому что до последнего времени мы не знали, как назвать этот мюзикл, потому что, ну, сначала какие-то рабочие названия возникали, типа музыканты, еще что-то. Поехали к Шевчуку и Филипп, и Константин, и он их принял. Он оказался очень прост в общении, очень, так сказать, внимателен к тому труду, который делают другие, так сказать, художники, в частности, и режиссеры, и драматург. Во-первых, прочитал, что-то предложил, что-то предложил изменить, что-то предложил допомнить, но самое главное, он предложил название. Он название предложил, которое не могу сказать, что сразу же вызвало у нас, так сказать, полное восприятие, но он предложил назвать «Фома», потому что одна из песен в его репертории так и называется «Фома». Да, но самое главное, что парадокс произошел при постановке этого мюзикла, потому что, что мне как директору уже особо приятно, что этот мюзикл нравится абсолютно всем, понимаете, и тем возрастным категориям, которые вот только сегодня начинают приобщаться к каким-то театральным реалиям, и к тем бабушкам и дедушкам, которые уже многие годы ходят на классическую оперету и привыкли, и знают, как должна петь веселая вдова, как должна играть летучая мышь. Но когда они видят этот спектакль, и когда они потом на поклон, приобретя в нашем фойе специальные майки с надписью «Фомарок мюзикл», выскакивают на стены с охапками цветов и дарят нашим артистам, вот это дорогого стоит. Потому что либо вот такой вот клоп, либо уже в буклях какая-то бабулька выскакивает и рядом вместе дарят одному исполнителю букеты цветов. Вот это самое главное. Значит, спектакль на разной аудитории, и очень хочется верить, что на долгое время. Музыка 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 А что для вас мюзикл? Ну, наверное, мюзикл в музыкальном театре – это один из основных жанров, который необходимо иметь, чтобы свое влияние на публику распространить как можно шире. И в первую очередь на молодую часть нашей публики. Мюзикл – это современный жанр. В переводе, как вы знаете, это просто музыкальный спектакль, но если говорить о наших, скажем так, особенностях нашего мюзикла, то это действительно музыкальный спектакль, в котором собрано, наверное, очень многое. Собрано то, что он взял из оперетты, то, что он взял из музыкальной комедии, то, что он привнес из каких-то зарубежных спектаклей, в частности, бродвейских, вестэндских. И поэтому вот тот симбиоз, который мы получили, который сейчас называем русским мюзиклом, он сейчас в России и, наверное, присутствует. Скажите, пожалуйста, понятно, что если мы говорим про мюзикл, да, все равно жанр так или иначе не совсем русский, не совсем российский. И я сейчас даже говорю не про выбираемые темы, не про композиторов, а именно про подход и, в первую очередь, и продюсерский подход. И смотрите ли вы за именно продюсерскими образцами и применимы ли они к русскому театру? Вот что-то, что оттуда, будь то бродвей, вестэнд, хотя это немножко разные модели продюсирования, они вообще применимы в русском театре, особенно в Новосибирске? Или вообще нет, это совсем другая планета, они нам не нужны? Леша, ну вы затронули две темы. Испокон веков считалось, что в России существует репертуарный театр. Репертуарный театр – это, конечно, с одной стороны, счастье и удовольствие, а с другой стороны, неимоверное бремя. Репертуарный театр, как вы знаете, предполагает несколько составов исполнителей, чего, конечно же, не предполагает никакой ни бродвейский, ни английский мюзикл, потому что там есть один состав основной, и все остальные свингеры, которые, так сказать, на подхвате всегда готовы заменить того или иного главного исполнителя. Ну а что касается того, что существует на Западе, ну, вы знаете, есть, конечно же, определенные преимущества, как мне кажется, у того проектного мюзикла, я называю его именно так, который создается на конкретную постановку, который ставится буквально, собирая на тот или иной проект все, от творческих сил, исполнителей, до того самого, той самой машинерии, того самого оборудования, которое требуется для именно этого спектакля. И вы знаете, ну, с одной стороны, это хорошо, но с другой стороны, вот, допустим, я смотрю тоже Чикаго в Лондоне, и смотрю и вижу замечательный, гениальный спектакль, поставленный в свое время, и сегодня я вижу, что это уже того отдохновения, которое я рассчитывал получить от этого спектакля, я не получаю. Потому что уже те самые исполнители, которые многократно именно в этой роли выходят изо дня в день на эту же сцену, исполняют ту же самую роль, они уже начинают работать на автомате. Были ли такие ситуации, когда вы понимали, что спектакль лично вам очень дорог, а зритель его не принимал, не понимал, не хотел, не шел на него? Понимаете, Алексей, существует некий парадокс. Те спектакли, которые мне очень нравятся, и которые я с удовольствием воспринимаю, они с большим успехом могли бы идти не на сцене музыкального театра, а на сцене, наверное, драматического театра. Потому что та мера драматизма, которая существует в наших постановках, которые особенно вот не служат какой-то развлекательной стороне нашего репертуара, а именно какому-то серьезному разговору со зрителем, они, конечно, более присущи драматическому театру. В музыкальном театре все немножко сложнее. Ну, во-первых, мы с вами понимаем, что будь то Свердловская музыкомедия, либо наш театр, есть стереотип зрительских предпочтений. И в первую очередь этот стереотип касается того, что зритель идет в музыкальный театр, как бы мы его ни называли, музыкальная комедия, оперет или еще как-то, с тем, чтобы развлечься. И в этой ситуации мы очень должны внимательно угадать его умонастроение. Потому что если он идет только развлекаться, ему, конечно, то, что мы показываем в сложном каком-то драматургическом, музыкальном материале, может не понравиться. Если он идет просто понять, чем сегодня жив театр, тогда мы готовим предоставить тот продукт, который рассчитан на думающего зрителя, думающего не только головой, но и сердцем. Потому что эмоциональная сторона нашего спектакля, она неимоверно важна. Чем отличается пение артиста-мюзикла, оперного исполнителя и драматического актера? Что является инструментом драматического артиста? Вот вся его физика. Вся. Вот от ногтей и до кончика волос. Он играет всем. Если он всем не играет, вот всем, включая там все свои органы, самые интимные, если они у него не задействованы, это плохой артист. Мы сразу увидим фальшь, мы от него отстранимся, мы не будем ему верить. Артист абсолютно должен быть свободен. И свободен в том числе и в голосе. Поэтому он может и хрипеть, как это делал Высоцкий, он может и фальшивить, как это делал Андрей Миронов. Но все эти фальшивые ноты ничего не значили в сравнении с его индивидуальностью, с его невероятной харизмой, с теми смыслами, которые он вкладывал в свое исполнение. Может, такое актерское пение. А мюзикловое пение имеет технологию. Голос мюзиклового певца, при том, что он… Они тоже обладают, конечно же, как и все, и оперный певец обладает индивидуальностью. Но, конечно, вот эта природная индивидуальность, она от драматического артиста к оперному, она как бы нивелируется. Вот скажите, пожалуйста, ну я понимаю, что там мы всегда узнаем тембр Хворостовского, мы обязательно узнаем тембр Поворотти, мы абсолютно узнаем тембр Марии Калас. Но вот я, профессиональный музыкант, я далеко не всегда определю, кого я слышу, если это речь идет о среднем звене, о таком среднем добротном звене оперных артистов. Почему? Потому что за счет постановки голоса индивидуальность тембра нивелируется. В мюзикловом пении есть определенные приемы технические, которые отличают это пение и от оперы, и от оперетты. Мюзикловый вокал обладает своей спецификой, он ориентирован на микрофонное пение, и это принципиальный момент. Потому что то, что вы можете сделать без микрофона, оперный певец поет без микрофона. Да, сейчас все испортилось, сейчас уже все поют в микрофоны, это абсолютная профанация, оперный певец не должен петь в микрофон. В этом нарушается вообще вся эстетика оперы, потому что понятно, что она уже вообще в принципе сейчас нарушается, мы не можем сохранить ее в том виде, в котором она существовала на протяжении 400 лет. Ясно, что мы это теряем. Куда-то перерождается это все. А мюзикловый певец поет в микрофон. И интонации, с которыми он работает, интонации, это интонации очень драматические. Они интимные, они буквальные, они не игровые. Конечно, в отличие, допустим, от опереточного пения, в мюзикловом, если вы прислушаетесь, всегда есть открытая вот эта интонация фольклорности. Вот она присутствует как краска, и она дает вот это ощущение какого-то другого тембра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова